3 подписчикам и гостям я джетли и сегодня мы будем с вами обсуждать некоторые истории из моей нынешней работы это без секс-шопа что у меня очень сильно раздражает знаете 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 если вы подписаны на мой тг конечно же знаете поэтому подписывайтесь на тг меня раздражает то что некоторые школьники которые ходят мимо так как мы тут мой магазин расположен в торговом центре забегают внутрь кричат пизда и убегают либо пытаются зайти и что-то купить так как в нашем прекрасном законе российской федерации не не положено продавать всякие такие вещи интимного назначения людям до 18 лет я обязана проверять паспорт но школьники все же пытаются 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 и пытаются что-то купить посему мне каждый раз приходится их выгонять 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 и выгонять потому что иначе ну не только мне улетит штраф да но и магазину а я такого допустить не могу также меня раздражают люди которые ходят и воняют у нас была история как нам пришел мужик приходит и такой я обосрался единственное что мне хотелось ему сказать ну поздравляю что ли вот но он хотел купить трусы однако так как у нас трусы несколько иного характера мужские и несколько дороже стоит чем он привык я ему говорю но у нас меньше тысячи за трусы ничего нет он такой ушел но я после него долго бегала с духами пшикала все духами и мыть пол конечно же потому что он обосрался нервирует меня и лишние заходы это люди которые пришли чем-то торгануть и которые пришли втюхивать мне духи хотя я их и сама делаю единственные духи которые я покупаю сейчас это дементор дементор это не реклама если вы дадите мне деньги я буду не против вот конечно же запах земли с кожаной травы табак и вишня потом что я мечтаю найти запах тик-така вот если вы знаете запах тик-така пожалуйста напишите в комментариях название духов и фирму вот я их обязательно куплю потому что я давно о них мечтаю и очень очень хочу чтобы они попали в мои цепки лапочки также конечно же меня очень нервируют люди которые но вы понимаете да вас бы тоже нервировали люди которым озвучиваешь сцену несколько раз они такие уйдет что-то дорого уже после оплаты уйдет что-то дорого и возвращают товар но пока человек не вышел с магазином конечно же можем его вернуть еще меня нервируют люди которые знаете они приобрели вещь как будто по низкой цене а потом говорят что она не понравился ясен пень тебе не понравится вот такая вот вибропуля за косарь потому что у нее жесткая вибрация она просто съест твои половые органы ты зачем ее купил обратим внимание на вибропулю там ну хотя бы от сити сфайра того же у него да тоже не глубокая не такая глубокая вибрация как допустим у свакома как у фан-фэктори как увивейба просто других игрушек да она ложевая ну вот у дешевых товаров реально ложевая ложевая вибрация не надо не надо мелочиться не надо скупиться на то что вы засовываете извините в себя на то что касается ваших интимных частей то что сказать то еще просто не экономьте на этом пожалуйста если вы хотите купить это не покупайте это сазонный валберес потому что там есть много реплик новых подделок и эти подделки вам удовольствие не принесут вы просто лишний раз переплатите вернуть не сможете потому что это товар интимного предназначения да и все и останетесь недовольны просто фирмы и все на свете покупайте только проверенных магазинах покупайте только в тех магазинах которых вы уверены то есть в которых товар имеет гарантию хотя бы год вот у нас есть гарантия год у нас помню некоторые товары даже два года гарантия вот и это будет гораздо более выгодно скажем тогда выгодно хотя бы потому что если у вас сломается игрушка по заводскому браку вы сможете принести ее в магазин вместе с коробочкой чеком да там у вас хотя бы электронный чек должен быть хотя бы такой и ее сможете обменять и вы сможете получить новую игрушку как бы просто в обмен либо более дорогую с доплатой то есть это понимаете это это гораздо правильнее чем вот эти вот marketplace на которых ты не можешь вернуть товар потому что он сломался понимаете да поэтому меня еще раз дражают люди которые говорят но знаете мы у вас проконсультировались и пойдем купим в озоне ну ребята ну пожалуйста пощадите свою письку пожалуйста ну вы можете купить конечно на озоне какой-нибудь яичко да но не знаю она хотя бы не вибрирует и хотя бы не будет такого что она взорвется у вас блин внутри в связи с этим хочу пожелать вам здоровья как ментального так и физического и больше чем физического да попросите у вас прощения за то что это редко выпускаю видео знаете почему потому что я работаю я работаю очень много а когда я не работаю я пытаюсь что-то другое делать еще чтобы добыть деньги себе на жизнь вот так как youtube не монетизирует видео вы можете меня поддержать на пусть я туда выкладываю иногда рисуночки иногда выкладывают новые треки вы их можете там услышать до того как они вообще выйдут в релиз там у меня также черновички лежат некоторые да минусовки некоторые да вот и мы по-прежнему работаем над клипом я нашла девочку чтобы снять в клипе теперь будем ждать когда мы сможем сделать потому что клипы для меня это нечто большее чем просто видюшки с музыкой это мои дети понимаете я хочу большую семью где будут множество клипов вот так что если у меня поддержите вы немножко ускорите процесс выпуска клипа потому что некоторые реквизиты для клипа ну как бы да стоит денег хотя бы те же билеты на электричку отдельно я хочу поблагодарить своих бустеров за то что они меня поддерживают я вас прям люблю мои хорошие те кто пишет мне в телеграм тоже мои хорошие со мной общаются вот ну и на этом я с вами попрощаюсь это были не все кринжовые ситуации из секшопа некоторые просто уже подзабыла возможно я вспомню запишу второе видео возможно я просто запишу видео на новые такие ситуации случаи события вот и я с вами на этом прощаюсь всем хорошего дня всем удачи всем пока